Всем привет! Мы вышли с парой. У нас сегодня были пары на 8, но знаете, на удивление, мы даже не засыпали. Дима и Франциско, они разговаривают. У нас была интересная пара, у нас опять была преподаватель из Германии, которая у нас была во вторник. И мы решали задачи. Просто реально первый раз, когда мы не засыпали на паре. Все, что было интересно. И знаете, я решила задачу, а Дима не решил. Но Дима хорошо разговаривает, а я хорошо решаю задачи. Поэтому мы идеальная пара. Вот так вот. И я поэтому сейчас такая довольна. Мне так все нравится. Но там еще много чего решать на следующей полупаре, потому что сейчас у нас, кстати, перерыв, я захотела вам сказать. Мы сейчас ушли на перерыв. У нас кофе-брейк. И через полчаса мы возвращаемся в работу. Скажи hello. 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 Только что произошло чудо. Нам дали студенческие с Испанией. У нас уже закончились пары. На нас задержали, потому что преподаватели из Германии и из Латвии нам рекомендовали, куда лучше поступать. Рассказывали про свои предметы и так дальше. Вот. И каждый рекламировал свой университет. Вот. И мы должны теперь решить. Но мы уже давно решили, мы едем в Германию. Хотя мы могли бы остаться в Латвии. Вот. И еще у нас была лекция с нашим испанским преподавателем. Да. Немножко Барселона у нас сегодня было. В общем, мне сегодняшние пары понравились, если честно. Мне было интересно. Не знаю, многие жаловали, что было скучно. Потому что он рассказывал про логистику в Испании. И вообще про испанскую экономику. Мне было интересно. Не знаю. Я слушала. Там были всякая статистика. Как бы про эмиграцию. Очень много эмигрантов было до 2008 года в Испании. И это как раз тот период, это был расцвет просто испанской экономики. Так что можно сказать, что эмигранты повлияли на испанскую экономику. Она начала расти из-за них. А потом был сильный спад. Все эмигранты уехали. В Испании начался кризис в 2009 году. Самый ужасный год был. Ну, а потом с 2009 года и по 2016. Все начало расти. Сейчас опять Испания, как бы можно сказать, поднимается. Вот. Стабильно поднимается. Сейчас я в зале. Вот. Мы все, в общем-то, в зале. Я уже закончила тренировку. Я сегодня пробежала 5 километров. Да. Это... Нет, это не мой личный рекорд. Но за последнее время это мой личный рекорд. Вот. А еще перед залом мы после университета пришли домой. И, как говорят наши одногруппники, head and up. Это значит, типа, короткий дневной сон. Вот мы часик поспали и с новыми силами пошли в зал. У нас в одном университете был наш преподаватель из Испании, наш куратор нашей программы. Вот. И он привез нам студенческие карточки с нашего университета в Барселоне. Вот прям с конвертиком я уже его распечатал. Вот. Представляете? Да, сейчас покажу. Вот, представляете, прошло уже сколько? Только два и уже почти три месяца. Как мы закончили уже семестр в Барселоне. Вот. А нам пришли вот только сейчас студенческие карточки. Они сейчас абсолютно бесполезны. Вообще абсолютно. Вот. И они... У них они сразу встроены с чипом. Сразу с банком. Банк BBVA. Это один из самых популярных банков в Испании. Так что я не знаю, можно ли пользоваться этой карточкой. Это получается... Ну, сейчас, когда мы оформляли, то там был другой банк. Ты помнишь? Мы оформляли какой-то другой банк, каталанский. Вот. Но они поменяли... Вот этот BBVA его выкупил. И поэтому они это долго делали. В общем, да, одна из причин это потому, что университет делал карточку не только студенческую, еще и банковскую. Сразу интегрированную. Вот. А в Испании, если вы заказываете какую-то вещь через государство, вам придется долго ждать. А если там еще вовлечены какие-то два других органа, то это вообще очень долго ждать. То есть, как в нашем случае, это университет и банк. И вот в итоге получилось, что мы начали учиться в сентябре, а получили сейчас в марте. Поэтому это сейчас для нас уже просто как сувенир будем детям показывать, что мы учились в Барселоне. Кстати, к слову, здесь в Риге, в Рижском техническом университете, карточку, ну, такую же карточку студенческую нам открыли за минут пять. И эти пять минут просто ушли на то, чтобы нас фотографировать. И потом эту фотографию распечатать на уже готовую карточку. Там у них прям есть специальная машина, которая это делает. Пять минут. Пять месяцев. Или даже чуть больше. А еще здесь в Риге мы постоянно еще пользуемся такси, если приходится. Вот здесь программа Taxify называется. И сейчас у них такая прикольная акция или компания. С 16 марта по 22 марта у них будет ездить такси Tesla. Я не знаю, сколько штук, возможно, даже одна. В этой программе, когда мы заказываем такси, мы выбираем машину, которую мы хотим, чтобы приехала к нам. Вот, и там сейчас вот в этих датах, промежуток времени, должна появиться Tesla. Вот, то есть, с сегодняшнего дня по 22 я уже сегодня искал. Пока не повезло, пока не нашел. Вот, то есть, мне очень интересно было бы побывать в машине Tesla. И что самое интересное, что если мы попадем на эту машину, то наш проезд будет бесплатен. Это в рамках, эта компания в рамках популяризации машины, то есть, бренда Tesla и вообще электрокаров. Вот. Кстати, мы здесь уже очень много видели Tesla машин. Я в Барселоне столько не видел, как здесь. Кстати, я сегодня пробежала 5 километров, вот. И я вам уже говорила. И знаете, вот прикол в том, что я ненавижу бегать. Я вот терпеть не могу бегать. Но я себя заставила. Но я уже, наверное, раз в третий себя заставляю бежать так долго. Вот. И знаете, какая у меня методика? Вот мне первые 10 минут очень скучно. И потом я себя заставляю и думаю, так, все, представь себя на пляже. Представь, что ты идешь такая красивая, с потянутым телом, худенькая. И я такая, все, точно. Я себя представляю и я бегу. И потом, когда ты уже пробежала 15 минут, тебе уже как-то жалко останавливаться. Ты бежишь дальше, дальше, дальше и уже появляется зависимость. Вот. Поэтому, если вы ненавидите бегать, как я, попробуйте воспользоваться моим советом. Это правда помогает. Мне, кстати, об этом Клаудия рассказала. Я тоже ей говорила. Я ненавижу бегать, я не хочу этого делать. Я буду лучше, не знаю, 100 килограмм веса себе возьму. Буду приседать 300 раз. Но я не буду бегать. А оказалось, мне даже нравится. Теперь, знаете, оно как-то... Каждый раз тут хочется больше пробежать, больше. Уже пробежала 5 километров, хочется. В следующий раз я 6 пробегу. Вот так вот. И я включаю музыку, кстати, постоянно. И смотрю видеоклипы. Ну, и музыка, которую я слушаю, в принципе, там в видеоклипах девочки с красивым телом. Поэтому меня это еще дополнительно мотивирует. Вот так вот. Так что пользуйтесь советиками. Фитнес-совет от Кати. Знаете, чем мы сейчас будем заниматься? Мы будем смотреть Гранд Тур. Да, это бывший Тоби Гир. Точнее, это совсем другой проект, но идея похожа. Да. Посмотрите, какая здесь... Там просто нереальная съемка. Сейчас я вам покажу кусочек. Просто я... Я просто в шоке. The car I've selected for my first lap of the Ebola-Drome is this. The BMW M2. Видали какое? Это я вам просто с компьютера показала. Вы представляете? Если включить это в хорошем качестве. Я просто тут, куда мне Дима показал. Я говорю, все, давай смотреть. Все. Это очень круто. Хотя я не люблю машины. Вот. В общем, мы будем смотреть. Потом ложиться спать. Нам завтра опять на 8 на пары. Кстати, нам завтра поставили пары. Хотя у нас в первоспособности в пятницу нет пар. Почему здесь всегда так делают? Почему? Да. Вот. Ладно, пары завтра, а сегодня спать. Всем пока. Всем пока, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...